Плановое заседание Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения под председательством главы администрации Кашхабльского района, председателя комиссии Заура Хамирзова, состоялось 31 марта в администрации района с участием глав поселений, руководителя управления образования района. В работе комиссии принял участие начальник отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский, представителя Кашхабльского ДРСУ, службы судебных приставов. Первым вопросом члены комиссии заслушали отчет о состоянии аварийности на дорогах регионального и муниципального значений, принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения, с которым выступил начальник отделения ГИБДД Азамат Курашинов. За три месяца 2023 года на территории Кашхабльского района зарегистрировано 5 дорожных транспортных происшествий, при котором 5 получили железное повреждение. В прошлом году у нас было 5 ДТП, при котором 2 человека погибло и 8 человек получили железное повреждение. Также сотрудниками отдела ГИБДД ежедневно проводятся мероприятия, направленные на протяжении нарушения права дорожного движения, как в ходе надзора за дорожным движением, так и по линии пропаганды безопасности дорожного движения. Целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжественных последствий отдела ГИБДД проделана следующая работа. Организовано и проведено 12 профилактических мероприятий. Из них по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 10 проведено 5 профилактических бесед по безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных организациях, 10 профилактических бесед по безопасности дорожного движения в общеобразовательных организациях, В районной газете «Кашхаврские вести» опубликованы 13 материалов по безопасности дорожного движения «Мышла», то есть сюжета на телевидении «Кашхаврский». В ходе повседневного контроля обследовано 100 км уличной дорожной сети. Составлено 4 административных материала, из них 2 административно протокола на должностных лиц на неудовлетворительное содержание автомобильных дорог. Также за 3 месяца 2023 года на территории «Кашхаврского района» угон автотранспортных средств не зарегистрировали. При надзоре за дорожным движением при проведении массовых мероприятий выявлено 63 административного правонарушения. Начальник управления образования Асяд Берзегова доложила о проводимой работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях района. В соответствии с комплексным планом мероприятий по предупреждению муниципального образования «Кашхаврский район» детского дорожно-транспортного травматизма, с января месяца 2023 года в образовательных учреждениях проводятся плановые и внеплановые мероприятия. Это работа с обучающимся, классные часы, учебные занятия, направленные на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, изучение правил дорожного движения, правил поведения на улице и на дороге, изучение правил организации массовых перевозок на школьном автобусе по маршруту «Школа-дон-школа». Ежегодно в соответствии с календарем мероприятий по вопросам развития системы профилактики дорожно-транспортного травматизма во всех образовательных учреждениях района проводятся недели-месячники безопасности, посвященные вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. Все обучающиеся первых-четвертых классов обеспечены светоотражающими жилетами. Во всех образовательных учреждениях имеются разработанные и утвержденные паспорта дорожной безопасности. Ведется информационно-пропагандистская работа на педагогических советах, родительских собраниях, на плановой основе рассматриваются вопросы о состоянии работы по предупреждениям детского дорожно-транспортного травматизма, определяются меры повышения эффективности данной работы по необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, запрещение детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет с разъяснением требований законодательства о возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей, о необходимости использования детьми светоотражающих жилетов в темное и светлое время суток. В проведении всех мероприятий активное участие принимают инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИ БДД, МО, МВД, Кашкабовский и общественные организации, а также вопросы безопасности дорожного движения широко отражаются в средствах массовой информации, социальной рекламы, информации размещаются на сайтах образовательных учреждений и в социальных сетях. Вопрос о держании автодорог на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения рассматривается регулярно. Вот и в этот раз о состоянии автомобильных дорог местного и республиканского значений доложил главный инженер акционерного общества Кашкабовский ДРСУ Азамат Кашиев. Важнейшим показателем автодорог, характеризующим транспортно-эксплуатационное состояние в различные периоды ввода относит скорость, пропускаемость, безопасность и неправильное движение автомобиля. Данные показатели зависят от эффективности мероприятий и работ по содержанию автомобильных дорог. На сегодняшний день содержание автомобильных дорог общего пользования является основным видом деятельности Кашкабовского ДРСУ. В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, выполненных следующими, следующие работы выполнены на сегодняшний день. Содержание действующихся автомобильных дорог по следующим направлениям. Уборка различных предметов и мусора на протяженности 1472 километров прохода. На первый квартал выполнена работа по ямочному ремонту. На сегодняшний день на асфальтобетонных подкрытиях 530 квадратных метров. Это 62 тонны асфальтобетона. Вырубка куставниковой подлеска, ручную. Валка деревьев, обрезка пораженных хром деревьев. Ремонт укрепления обочин на 3150 метров квадратных. Содержание искусственного сооружения. Очистка полосы безопасности железобетона и барьерного ограждения в полном объеме. Очищенный от порослей. В соответствии с проектом организации дорожного движения введены замена щитков дорожных знаков в количестве 243 штук. Замена пластиковых сигнальных столбиков в количестве 209 штук. Идет подготовка дорожного покрытия для нанесения дорожной разметки на поверхности покрытия общей протяженности 165 километров. В рамках заседания был рассмотрен вопрос о взыскании штрафа в области безопасности дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения за 2022 год и первый квартал текущего года. По данной теме выступила ведущий судебный пристав, исполнитель районного отделения судебных приставов Фатима Рзаева. Анализируя работу Качхабского районного отделения судебных приставов за предыдущий квартал 23 года и в целом за 2002 год, хочу сказать, что на исполнении находилось 8 923 исполнительных производств от взыскания административных штрафов в области дорожного движения на сумму 6 623 000 рублей. В том числе в постановлении судебных органов так называемых пьяных штрафов 137 исполнительных производств на сумму 4 317 000 рублей. За 12 месяцев 2022 года возбуждено 5 146 исполнительных производств на сумму 3 953 000 рублей. В том числе в постановлении судебных органов 80 исполнительных производств на сумму 2 400 000 рублей. В результате принятия мер окончено и прекращено 5 463 исполнительных производств на сумму 3 745 000 рублей. В постановлении судебных органов 68 на сумму 2 040 000 рублей. Фактическим исполнением, то есть взысканием суммы штрафа 4 300 исполнительных производств на сумму 3 745 000 рублей. На сумму 2 665 000 рублей. В том числе в постановлении судебных органов 37 исполнительных производств на сумму 1 110 000 рублей. За 1 квартал 2023 года возбуждено 1238 исполнительных производств на сумму 901 000. Из них судебных органов 13 исполнительных производств на сумму 390 000 рублей. В результате исполнения окончено и прекращено за 1 квартал 2023 года 935 исполнительных производств на сумму 527 000 рублей. В постановлении судебных органов 8 исполнительных производств на сумму 240 000 рублей. Остаток на сегодняшний день заставляет 1011 исполнительных производств на сумму 2 527 000 рублей. Из них судебных органов, то есть пьяных штрафов 60 исполнительных производств на сумму 1 800 000 рублей. В отношении 57 должников вынесено постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Также в рамках 50 производств изучено имущественное положение, обращено взыскание на денежные средства и на имущество должника. Также хочу сказать, что указанное направление находится на особом контроле руководителя и управления Федеральной службы судебных приставов. И ведется вся работа по взысканию штрафов, особенно в отношении пьяных штрафов. По четвертому вопросу повестки дня, проводимые работе с населением о недопущении управления транспортными средствами в состоянии опьянения, лицами, лишенными права управления, рассказали заместитель главы Аула Ходс и глава Волинского сельского поселения. По итогам заседания Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения вынесены решения, поставлены задачи, установлены сроки исполнения.